Соловьев прокомментировал расследование о дорогостоящей вилле в Италии ТВ и радио интернет и СМИ. 10.11.23 января 2019 года Соловьев прокомментировал расследование о дорогостоящей вилле в Италии. Владимир Соловьев фото, Владимир Федоренко, РИА Новости телеведущий Владимир Соловьев назвал расследование оппозиционера Алексея Навального еще одной его вилле в Италии собачьим анекдотом. Он заявил, что не является государственным служащим и не нарушал законов, приобретая недвижимость в Италии. «Захочется купить где-нибудь еще, где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу «Россия», — сказал журналист. Он заверил, что никогда не отзывался негативно о Европе и европейской культуре. «Найдите хоть одну мою цитату, где сказано, что Европа — это плохо», — предложил ведущий. Соловьев также заявил, что у него гораздо больше машин, чем указывает Фонд борьбы с коррупцией, ФБК. Штрафы, зарегистрированные на эти автомобили, получены по вине водителей, которые ими управляют. Соловьев пообещал с ними разобраться. Сам ведущий ездит на машине марки «Мерседес», а не «Мейбок». По данным ФБК, стоимость виллы Соловьева на берегу озера Кома составляла более 1 миллиона евро. О первой вилле Соловьева на том же озере Навальный рассказал в 2017 году. Телеведущий тогда заявил, что никогда не скрывал, что богат, хоть и не бы хвалился. Он говорил, что приобрел недвижимость на озере Кома, потому что она стоила дешевле, чем в подмосковной Рублевке. Соловьев также объяснял, что не видит связи между патриотизмом и владением недвижимостью за рубежом. «Патриотизм — это не подписка о невыезде», — пояснял ведущий. Больше важных новостей в Телеграме Канале Лента Дня Подписывайтесь Предыстория Соловьев объяснил связь между патриотизмом и собственной виллой в Италии.